Мотосезон в Наринмаре считать открытым. Государственная автоинспекция провела акцию безопасности дорожного движения. Сбавь скорость, сохрани жизнь. Участие в мероприятии приняли более дюжины мотоциклистов. В организованной колонне с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения они проехали по Наринмару и поселку Искателей. Подробности далее. Характерный звук двигателей. На площадке окружного ГИБДД собираются байкеры. День-будни, поэтому любителей скорости не так уж и много. Анатолий Герой решил принять участие в акции. Он считает, что безопасности на городских дорогах необходимо уделять еще больше внимания. Его байкерский стаж всего 4 года. Купить и освоить мотоцикл мечтал с детства. Это была детская мечта, но исполнилась только уже в зрелом возрасте, когда я знал, чего хочу, какой мотоцикл хочу. Вы сами видите, что за техника. Это не детский мопед, это серьезный аппарат. То есть, ну, как бы для серьезных людей, наверное, если так можно сказать. Не хватает погоды прежде всего, потому что сами знаете, в каком климатическом условии мы живем. И немножечко не хватает на дороге лично нам понимания со стороны водителей автомобилей. Мы сами все автомобилисты, сами знаем, как ездить. Но побольше бы понимания. Владимир Пуляев приехал на пробег на своем спортивном квадроцикле. Говорит, что в Нарьинмаре остро не хватает трассы для проведения спортивных тренировок. Если заниматься и кататься, то надо на специализированных трассах, там и, как бы, чтобы в экипировке было, ну, чтобы было меньше травм, и кто-то был там, следил на трассе. А так, где-то, если в лесу кататься, можно один поехать, там, разложиться, и тебя, ну, никто не знает, где ты будешь, ну, где катался ты, и, как бы, долго искать. А на трассе-то все равно, как бы, под присмотром хоть каким-то там. Специально для решения таких проблем в округе была создана Федерация мотоспорта. Пока она совсем небольшая. Активисты решают организационные вопросы. Ее президент Алексей Михеев тоже участник сегодняшней акции. Он приехал на своем кросс-эндуро. Я думаю, они очень нужны, как минимум, сплочить мотосообщество. Все равно как-то обезопасить всех, чтобы привнести безопасность движения, объяснить, что на такой технике можно ездить, на такой нельзя, чтобы объяснить, что все были в экипировке, в шлеме, с правами, и нарушали правила. Перед стартом короткий инструктаж. Участники мотопробега едут со всеми соблюдениями правил дорожного движения. Обязательное условие – мотошлем и экипировка. Скорость у нас не более 50 км в час. Значит, не лихачим. Значит, при движении на транспортном средстве, у кого оборудованы, значит, фарми, должны быть внешние световые приборы включены. Акция «Сбавь скорость. Сохрани жизнь» приурочена ко дню защиты детей. И это не случайно. По статистике, именно несовершеннолетние чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесной техники. Очень много случаев, когда несовершеннолетние даже бывают, попадают в дорожное происшествие на двухколесном транспорте. И хотелось бы обратиться к родителям, чтобы не передавали управление несовершеннолетним. Потому что для управления данного транспорта нужны навыки. И для этого обучаются в автошколах. Участники акции «Сбавь скорость. Сохрани жизнь» организованной мотоколонной проехали от здания ГИБДД, расположенного в поселке Искателей, до Нарьенмарского морского порта. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».